Плохая обезьяна. Новый сериал Apple TV+, первые два эпизода которого уже вышли. В главной роли Винс Вон, отстраненный детектив Эндрю Янси. Мы видим, как он втягивается в дело о найденной в Атлантическом океане руке, что вызывает много подозрений о произошедшем. Это детективная драма с комедийными элементами, и их баланс – ключевой аспект шоу. О чем же рассказали первые эпизоды и стоит ли продолжать смотреть сериал? Что ж, давайте разберемся. Вот объяснение концовки первых двух эпизодов «Плохой обезьяны». Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Объяснение концовки. Что касается первых двух серий, в конце мы видим, как обе истории, рассказанные Капитаном, сходятся, когда Эндрю Янси входит в ресторан, где работает Невилл Стаффорд. Показывая, что их схожие черты будут совпадать еще больше, так как связь с Кристофером сблизит их. Мы знаем, что проклятие Невилла на Кристофера за то, что он застройщик и разрушил его дом, должно было длиться долго и не быть быстрым, означая, что смерть может стать тем, что настигнет его как часть этого проклятия. Возможно, Янси как-то будет причастен к этой смерти. Их пути пересеклись не зря, и я чувствую, что это связано с проклятием и ролью, которую они оба сыграют. У Невилла и Янси добрые сердца, они заботятся о сохранении родных мест, хоть и разных. Мы видели это с Невиллом, не желавшим покидать дом и злившимся на застройщика за превращение его в курорт. То же самое с Янси. Он спас олененка, заботился об освещении для черепах при их передвижении и раздражался из-за дома, построенного с нарушением ограничений прямо рядом с ним. У Янси сейчас происходит несколько разных историй. Первое – это, очевидно, дело о руке Ника и поиск виновных, хотя похоже, что даже Кристофер, вероятно, убийца. Также он стремится вернуться на работу детективом по убийствам, но чем глубже он копает в деле Ника, тем меньше шансов на возвращение. У нас есть история любви с Бонни, хотя выяснилось, что она жила тайной жизнью, скрываясь и находясь в бегах за неподобающее поведение с ученицей, когда она преподавала в школе. Дело об убийстве Финни и Искра, вспыхнувшее между ним и доктором Розой. Звучит как много всего, да? И сейчас это действительно так. Но, думаю, все как-то связано, и все пути ведут к Кристоферу. Кроме истории с Бонни, это отдельная проблема, с которой ему придется разобраться. На богомах Эгг преследовал Чарльза, взявшего деньги из кассы, считая их своими. Войдя в дом и сказав, что поздно возвращать деньги, возможно, появится еще одно тело для расследования. Похоже, коррупция – основа этого шоу, будь то в полиции или среди людей, влияя на жизнь местных жителей, землю, дикую природу и животных, обитающих там долгие годы. Вот почему я чувствую, что в шоу есть сильная духовная связь касательно королевы драконов, а также большое внимание уделяется земле на Багамах, которая разрушена, и дом Эндрю не похож на прежнее место, учитывая, что это было его любимое место в мире. Был момент, когда шериф упомянул, что у начальства в полиции хорошие связи, и поэтому Янси не вернули его работу сразу. Интересно, не стал ли он инспектором ресторанов из-за связи с Кристофером? Может, он в их платежной ведомости? В первых двух эпизодах за Янси следовала машина, и однажды они попытались его устранить. Они, вероятно, знают, что Янси – детектив, который заботится и хочет бороться за справедливость, поэтому знали, что он не отступит. Отсюда и переназначение. Но не похоже, что это его остановит в любом случае. Осколки костей и кровь в душе Евы в конце эпизода намекают, что Ника могли убить до выхода в море. Возможно, Кристофер и Ева расчленили тело перед вывозом на лодке, надеясь, что останки исчезнут навсегда, но этого не случилось. Или ДНК может не совпасть с Ником, показав Янси, что в Майами идет более масштабная преступная операция. Мой отзыв об эпизоде. Первые два эпизода шоу были неплохими. Apple TV редко промахивается в своих шоу. Качество производства, актерский состав и сюжеты обычно на хорошем уровне. Возможно, потому что, в отличие от других стримингов, они не выпускают новые шоу чуть ли не каждый день, так что их релизы более продуманы. Я небольшой фанат комедий, особенно сериалов, пытающихся иметь серьезный сюжет в конце. Что касается сериалов с серьезным сюжетом, думаю, этот нашел правильный баланс. Предпочел бы я, чтобы это была не комедия, а что-то помрачнее. Да, наверное, но эти две серии не перестарались. Идея переплетения двух историй хороша, но их столкновение в конце второй серии кажется преждевременным. Лучше бы это случилось позже, чтобы дольше размышлять о возможной связи между ними. Вин Свон в роли Эндрю Янси, надо признать, впечатляет. Хоть в нем всегда узнается Вин Свон, его игра в этой роли убедительна. Внутренний конфликт его персонажа между долгом, одержимостью делом и добросердечностью передан отлично. То, что у него есть, близко зрителю, и это всегда хорошо для таких шоу. Что хорошо, в этих первых двух сериях, обе истории, будь то на Флорида Кис или Богомах, интересно смотреть, и когда мы переключаемся с одной на другую, темп не теряется, как и качество сюжета, что позволяет нам оставаться вовлеченными большую часть времени. Мне также нравится использование Капитана как рассказчика. Это добавляет ясности и хорошо вписывается в шоу. Что касается хронометража, первая серия показалась немного затянутой. Она шла почти час, тогда как вторая около 45 минут. И мне кажется, что она смотрелась легче по сравнению с первой, так что я надеюсь, что остальные серии будут ближе ко второй по длительности. Тайна убийства Ника. Главный вопрос шоу. Кристофер и Ева точно причастны. Похоже, из-за страховки в 5 миллионен. Раскрытие уже произошло в начале, поэтому часть меня думает, что будут более темные и зловещие открытия по мере развития сюжета. Плохая обезьяна меня зацепила, и я дам ей шанс на несколько серий. Но, как и первая серия, шоу кажется затянутым. Оно идет до октября. 10 серий, надеюсь, не станет повторяться и не окажется шоу, которое стоило сократить. Посмотрим, что будет. Вот такое объяснение концовки 1 и 2 серий плохой обезьяны. Если хотите увидеть разбор любимых шоу, нажмите на карточку вверху или зайдите на мой канал, где найдете... Субтитры сделал DimaTorzok